Дорогие друзья, перед тем как перейти к просмотру, небольшая просьба, напишите в комментарии под этим видео, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо, также не забывайте подписаться и поставить класс. И вперед! Победа оказалась сложной для хоккеистов, СКА утверждает защитник петербуржцев Егор Яковлев. Мы допустили на одну ошибку меньше и выиграли, сказал он. СКА обыграл Металлург в овертайме со счетом 2-1, забросив победную шарьбош на 93-й минуте встречи. В финальную точку встречи поставил форвард армейцев Евгений Додонов. Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА. Встреча продолжалась 92 минуты и 45 секунд игрового времени, что стало новым рекордом продолжительности в матчах финальной серии КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Металлургу и ЦСКА, которые в сезоне 2015-2016 года провели на льду 78 минут и 12 секунд. Также еще одним рекордом серии, а точнее его героем, стал голкибер Металлурга 34-летний Василий Кошечкин, который отразил 58 из 60 бросков, что и стало новым рекордом финала в КХЛ. Плохая игра Металлурга в первом периоде против СКА связана с хорошим выступлением соперников стартовой 20-ти минутки. Такое мнение журналистам высказал главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев. «Моменты нужно реализовывать свои, создавали очень много, будем готовиться к следующей игре», – прокомментировал игру наставник СКА Олег Знарок. Предлагаю еще взглянуть на список лучших бомбардиров и снайперов этого розыгрыша в плей-офф КХЛ. Денис Зарипов – лидер в списке снайперов, у него 15 закинутых шайб, у Яна Коварджа, его одноклубника, 10 шайб у Евгения Додонова и СКА 8. Также отметим 5 место Мазякина, у которого 7 шайб в этом розыгрыше плей-офф. Список бомбардиров возглавляет Ян Ковардж, у него 24 очка по системе гол плюс пас, у Мазякина 23, у Зарипова 22, у лучшего из СКА Гусева 18 очков. Следующий матч команды проведут 14 апреля в пятницу в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по Москве. А пятая встреча ожидается в воскресенье в Магнитогорске. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.